Всем большущий привет! Меня зовут Антонина, и вы на моем канале Верьемина. Сегодня я хочу рассказать вам об уникальном упражнении, которое выполняется очень просто, но одновременно помогает сделать живот более плоским, а ягодицы более красивыми и сочными. Я уверена, что многие из вас уже выполняли это упражнение, но не догадывались о его потрясающих свойствах. Поэтому обязательно пишите в комментариях, что вы хотите больше, плоский живот или красивые сочные ягодицы, потому что многие женщины не знают точного ответа на этот вопрос. Мне было бы очень интересно послушать ваше мнение, поэтому обязательно пишите. Также обязательно ставьте лайк под видео, и мы начинаем! Конечно же, это упражнение ягодичный мостик. Принято считать, что в этом упражнении работают только мышцы ягодиц, но это не так. В этом упражнении работают мышцы ягодиц, задняя поверхность бедра и вся зона целлюлита такая проблемная у нас, девочек. И, конечно же, отлично работают мышцы пресса. Давайте прямо сейчас проверим это вместе со мной. Я буду показывать упражнение, а вы будете делать и повторять за мной. Сейчас я покажу вам обычный вариант упражнения и усложненный для лучшего эффекта. Итак, нам нужно опуститься на пол, садимся и ложимся на пол. У нас две точки опоры, это наши пятки и область в районе лопаток. Руки можно вытянуть вдоль тела или положить в стороны. Далее нам нужно будет поднять наш таз вверх, но не так, как это делают обычно, что мы выгибаемся вот такой дугой. Нам нужно сделать это правильно. Мы сразу лежа напрягаем мышцы пресса и напрягаем мышцы ног. Затем за счет ног мы поднимаем корпус. Пресс напряжен в это время. Мы поднимаем корпус так, чтобы наше тело представляло ровную линию. Не нужно подниматься слишком высоко, потому что тогда нагрузка уходит с ягодиц и пресса. Мы должны подняться четко до ровной линии, подкрутить таз. В верхней точке таз напряжен максимально. Удержать положение в течение нескольких секунд и плавно опуститься вниз, не касаясь пола ягодицами. Следующий важный момент это то, что наша спина должна быть полностью прямой. То есть мы не должны опускаться вот так, чтобы в пояснице был прогиб и поднимать таз за счет того, что мы работаем спиной. Это неверно. Наша спина должна быть зафиксирована. Поднимаем четко с ровной спиной. Далее, чтобы усложнить, мы можем делать это упражнение на одной ноге. Одну ногу вытягиваем, на другой поднимаемся. Так получается большая нагрузка именно на наши мышцы ягодиц и на мышцы пресса. Опускаемся вниз, меняем ногу. То же самое. Я надеюсь, что вы выполняете это упражнение вместе со мной и чувствуете эффект. Прямо сейчас попробуйте. Задержитесь и опуститесь вниз. Супер. Далее, чтобы добавить акценты еще на внешнюю сторону бедра, где у нас скапливается целлюлит, мы поднимаем тело и разводим ноги в стороны. Сводим, разводим. Можно добавить фитнес-резинку для лучшего эффекта. Главное, помним, что пресс напряжен, а таз подкручен внутрь. Отлично! Я думаю, что вам очень понравилось это упражнение. Я сама действительно его очень люблю и использую в каждой своей, практически в каждой своей тренировке. Поэтому заходите на канал, там вы найдете много крутецких тренировок. Я надеюсь, что вам понравилось упражнение. Пишите в комментариях, что нового вы узнали из этого ролика. А мы встретимся с вами в следующих видео. Пока! Пока!